Коллеги, добрый день! Меня зовут Анита Краснова, и я являюсь заместителем руководителя подразделения продаж и развития бизнеса в Санкт-Петербурге. Рада вас сегодня приветствовать здесь, и на самом деле хотелось бы с вами поделиться большим количеством полезного материала, потому что знаю то, что сейчас любому бизнесу, то есть любому предпринимателю очень важно быть в тренде, понимать все новинки, все цифры, видеть на своей приборной панели, и именно от этого строить дальнейшую стратегию своего бизнеса. Мы вместе с нашими рекламодателями, которые возмущают рекламу в Яндексе на различных площадках, вместе в одно и то же время переживаем, пожалуй, один из самых интересных, самых необычных, местами очень сложных периодов, да, это пандемия, здесь для вас она не будет секретом, ну и мы с вами понимаем, что когда-нибудь этот период, он точно станет одним из самых ярких пятен 21-го столетия на карте истории человечества. Но мы сейчас с вами находимся здесь, да, и нам нужно вот в этом периоде выжить максимум из всех возможностей, которые мы имеем, и постараться пережить свой выйти в качественное положение, выйти на достойный уровень, и сейчас я постараюсь вам в этом помочь. Если возвращаться к сегодняшнему дню и говорить о том, что происходит не во всем мире, а непосредственно в нашей стране, то мы увидим с вами следующую картинку, да, то есть как вообще за последние десятилетия выглядит бизнес в России, к чему мы пришли к 2020 году. Давайте посмотрим немного на ретроспективу, да, те предприниматели, которые уже в бизнесе давно точно замечали эти тренды и согласятся со мной, да, и поймут, о чем я говорю. В 2011-2012 году было модно открывать хостел, да, и этот бизнес процветал в России, и мы видим это по запросам наших, да, пользователей на поиски Яндекса. Дальше у нас активно развивались азиатские заведения, кальянные, очень популярен был тип бизнеса кофе с собой, да, когда все открывали кофейни. Там в 2013-2015 году мы тоже это видим. Дальше у нас начали открываться новые типы заведений, да, бургерные ворвались в нашу жизнь, да, и в 2016 году заняли лидерующее место по топу запросов, да, по топу интереса к такому типу бизнеса. В 2017 году уже началась такая интересная диджитализация, вы видите, да, все погружались в криптовалюты, открывали онлайн-школы, и в целом эта тенденция, да, работы именно с онлайном, она сохраняется и по сей день, да, то есть в 2018, 2019, 2020 года мы видим то, что так или иначе это типы бизнесов, которые связаны с интернетом, да, это может быть онлайн-образование, это может быть компьютерный клуб, либо это, например, пункты выдачи заказов, да, как последствия того, что часто пользователь начинает покупать в интернете, заказывать в интернете. Да, и 2020 год, ни для кого, наверное, не станет секретом, самыми популярными бизнесами были как раз-таки выдачи заказов, курьерские службы, да, то есть потому что все перестроились на онлайн-покупки, все начали отправлять друг другу посылки, и, конечно же, этот бизнес полетел в топ интереса. Ну и, конечно же, кухня с доставкой, это был прорывной код, да, для онлайн-заказа продуктов, готовых блюд, ну и, соответственно, хочется отметить то, что такая тенденция, хоть 2020 год там закончился, но она сохраняется и сейчас, и сейчас преобладают с точки зрения спроса именно онлайн-направления. Если мы с вами оценили вот такую поверхностную картинку с точки зрения интереса к бизнесу, то было бы правильно понять, а что происходит в это время еще и на рынке контекстной рекламы и какие тренды мы там видим. Соответственно, предлагаю поговорить немного об этом. Ну и первое, наверное, что хотелось бы отметить, да, и показать вам, какими цифрами поделиться, что сейчас происходит с рынком рекламного трафика и как он выглядит после такого майского затишья. На самом деле было подозрение, что в 2021 году, все аналитики говорили, будет сильное снижение трафика, потому что в 2020 все сидели дома, все заказывали из дома и пользовались интернетом, потому что больше нечем было заняться. И все ожидали спад спроса и трафика в интернете. Но, коллеги, очень важно, и попрошу вас этот момент отметить. Смотрите, даже при том, что все вышли в офисы, да, и наша жизнь стала более активной, рынок интернет-рекламы и вообще трафика, он все-таки продолжает расти. Да, может быть, не с такой динамикой, как в 2020 году, но мы видим то, что на 1,3% мы выросли за год. И это, на самом деле, колоссальный такой инсайт, потому что мы понимаем то, что отката назад уже не будет, и динамика перехода, да, в онлайн, она будет сохраняться, и будучи непосредственно за ним. А если говорить про такие, знаете, даже традиционные регионы, то мы видим то, что был колоссальный рост переходов, переход до регионов, да, вот именно в онлайн трафик, да, и, соответственно, интернет-реклама там выросла. Лидером по росту, да, прям топ-1 по росту рекламного трафика за этот период стал Кавказ, да, достаточно традиционный регион, раньше рекламодатели туда не шли, потому что не видели там свою целевую аудиторию. Но с внедрением пандемии, да, то есть бизнесы начали работать именно в онлайн, ну и плюс, конечно же, закрытие границ повлияло на то, что Кавказ стал одним из центров внутреннего туризма, и, соответственно, там рекламный трафик растет. Ну и большая часть бизнесов начали подтягиваться именно в интернет-рекламу, поэтому сделайте вывод, коллеги, если у вас ваш бизнес работает не только по там северо-западному федеральному округу, да, вы работаете по всей России, в том числе и по Кавказу, там сейчас много трафика, туда можно и нужно идти, аудитория уже начинает с ним работать. Также, да, заметим хороший качественный рост Сибири, Дальнего Востока, Юга и Поволжья. То есть здесь мы видим, что эти регионы тоже начинают потихоньку подтягиваться и двигаться в данном направлении. Ну, а если мы посмотрим не только, где пользователи активнее стали искать информацию, да, и пользоваться интернетом, и в том числе, да, поглощать рекламный трафик, давайте посмотрим, как они это делают, да, то есть каких устройств. И мы с вами увидим то, что сейчас более 60% рекламного трафика в России, да, по всей нашей стране идет именно за смартфонов. И за последний год мы подтянули этот показатель на 11%. Опять же, было, да, сомнение в том, что после того, как аудитория выйдет в офис обратно, да, все вернутся к использованию десктопов, да, все продолжат искать, как раньше информацию на компьютерах персональных, но нет, коллеги, сейчас рост технологий, да, дает и, собственно, рост использования мобильных устройств, и все больше и больше аудитории пытаются не использовать персональный компьютер для решения своих задач и переходят непосредственно на использование мобильных устройств. Давайте посмотрим вообще, сколько это в процентах, да, и мы видим то, что динамика год к году просто невероятная. В 21 году уже больше половины, да, именно 61% в среднем по 21 незаконченному году пользователей, да, уже приходит к нам именно с мобильных устройств. И тут, коллеги, мне, наверное, хотелось бы отметить, да, сделать первый вывод, что важно. Если вы, как бизнес, до сих пор не адаптировали свои сайты, свои посадочные страницы, да, вообще любые площадки для того, чтобы пользователю было удобно приходить к вам с мобильного устройства, самое время об этом задуматься. Сделайте для себя пометку, поставьте задачу, чтобы сформировать ТЗ для своих программистов, либо нанять подрядчика, потому что сейчас это критично важно. К сожалению, мы до сих пор сталкиваемся с некоторым количеством бизнесов, у которых не адаптирован сайт для мобильных устройств, и с мобильных устройств посадка грузится очень долго. Поэтому сделайте для себя этот момент, да, сфиксируйте, и в ближайшее время это нужно поправить, потому что за мобилками будущее, и мобильный трафик может сильно дать толчок вашему росту. Плюс, если вы работаете в ритейле, да, у вас цикл жизни клиента достаточно большой, клиент к вам приходит не один раз, а покупает у вас два, три, четыре раза, да, либо ваша задача вообще подсадить его на постоянные покупки, то, конечно же, здесь важно уже задумываться о мобильных приложениях, потому что все основные драйверы, да, коммуникации с клиентом происходят именно там. Нужно подумать о юзабилити, да, покупке для пользователя. Если пользователю удобно приходить в мобильное приложение, выбирать товары, оформлять там же заказ, там же оплачивать, да, и больше не переживать и не заходить ни на какие площадки, то, конечно же, нужно пользователю такую возможность предоставить. Вот, то есть рынок мобильных приложений в России, он тоже растет, и если вы еще не задумались о вступлении туда, о переходе туда, то тоже поставьте для себя некую галочку. А теперь давайте поговорим немного о том, с каких площадок аудитория к нам приходит, да, то есть мы поговорили, как она, с каких устройств к нам приходит, некие такие на технические особенности пользования интернетом, вашу аудиторию мы обсудили. А теперь давайте посмотрим, с каких площадок к нам приходит аудитория в 2021 году. И мы видим то, что сейчас выросла значительно доля трафика именно из сетей. Видно, что пользователи перестали, скажем так, искать в лоб. Ну, не то, что перестали, да, но в целом динамика немножко смещается. И пользователи начинают проводить в интернете на различных форумах, на различных площадках, да, партнерских сетях очень много времени, потребляя много онлайн-контента, да, то есть все развлечения, аудитории переехали в интернет, и, собственно, оттуда аудитория находит информацию и у вас. Ну, и, собственно, мы видим, какая доля трафика в сетях сейчас имеется у нас по всей России. Это 52%, уже больше половины. И что важно отметить, очень интересный такой момент, в регионах это уже 55%. Да, то есть мы можем сделать вывод о том, что региональные пользователи, возможно, в силу меньшего темпа жизни, они больше используют вот таких площадок, где они проводят время, да, получают какую-то информацию, и, возможно, отдыхают, да, какие-то развлечения получают. Это мобильные приложения с играми, это различные форумы, это различные площадки для просмотра видео, да, просмотра фильмов. Вот, и нам, конечно же, нужно взаимодействовать с аудиторией. Поэтому если вы на данный момент работаете только с аудиторией, которая ищет лоб, да, по данному графику мы видим, что вы упускаете практически половину возможной аудитории, да, и, естественно, для бизнеса это значит то, что примерно половину продаж мы в теории упускаем. И если у нас есть задача увеличиться в продажах, да, если есть задача получить больше заказов, найти больше трафика, то, конечно же, нам нужно идти в сети и коммуницировать с нашей аудиторией так, как ей сейчас комфортно и как ей сейчас интересно. И, коллеги, если подвести такое небольшое резюме по этому блоку, что мы видим, да, то есть почти больше половины, да, уже кликов мы получаем непосредственно из сетей, давно за половину уже 60% кликов мы получаем именно с мобильных устройств, и динамика роста трафика мобильных устройств год к году, несмотря на то, что пандемия, да, делала такой небольшой спад, не уменьшилась, и мы выросли на целых 11% трафика с мобильных устройств за год. То есть вот эти пойнты нам надо обязательно зафиксировать и сделать следующие действия, да, то есть пойти настроить мобильные, посадочные настроения, настроить мобильные версии, разработать мобильные приложения, если они соответствуют типу бизнеса и подходят нам, ну и, конечно же, искать новые точки коммуникации с нашей аудиторией, идти в сети и налаживать новые сценарии взаимодействия с пользователями. Если мы будем двигаться дальше, да, мне бы хотелось с вами поговорить немного о том, как вообще пользователи сейчас проявляют свое внимание, то есть каким категориям, что интересует наших пользователей в 21 году, какие индустрии вышли в топ по запросам, да, давайте посмотрим более подробно. Удивительно, ну, в топе коммерческих индустрий по запросам сейчас находятся хобби и развлечения. Скорее всего, усталость от пандемии очень сильно повлияла на аудиторию, да, отсутствие возможности путешествовать за границу, да, и получать какие-то дополнительные возможности для развлечений, вырастила нашу индустрию хобби и развлечений очень сильно к 21 году. Поэтому здесь что важно отметить, да, то есть если вы находитесь в этой категории бизнеса, сейчас очень большой спрос есть на ваши предложения, на ваши услуги, да, либо если это каким-то образом относится к товарам, например, есть товары для хобби, то очень огромный потенциал есть для того, чтобы увеличить ваши продажи. Задайте себе вопрос, а насколько вы сейчас используете этот потенциал и обрабатываете ли вы весь тот спрос, который есть. Также неудивительно, да, есть тоже две топ-категории, которые вырастут по запросам. Это продукты питания, это дом и сад. По продуктам питания, дом и саду, если честно, в целом все понятно, но вот хотелось бы, наверное, отметить отдельно, и на следующем слайде это будет видно, насколько дом и сад вырос с августа 2020 года, да, там, к текущему дню, несмотря на то, что, опять же, уже осень 2020 года, казалось, спрос должен немножко упасть на вот товары подобного характера. Но мы видим то, что сейчас в понимании наших пользователей, да, насколько задержалась эта позиция, что нужно обустраивать свой дом, да, то есть обустраивать свою квартиру, жилье, да, как важно сделать уютным место пребывания, где мы можем оказаться в любой момент надолго, да, то есть любой карантин, любая новая волна пандемии, как мы видим, да, сейчас четвертая волна поступает, дают пользователям мотивацию как раз-таки приобретать подобные товары, да, из категории дом и сад и обустраивать свою жизнь. И, несмотря на прогнозы, эта категория продолжает расти, и кажется, что эта динамика сохранится надолго. По продуктам питания кажется, что здесь достаточно очевидно, да, рост года-года на 13% – это очень тоже крутой показатель. Ну и здесь, конечно же, вы можете понять, если вы в этой категории находитесь, то вам необходимо разрабатывать абсолютно новые сценарии взаимодействия с пользователями. Почему? Пользователи, как правило, не приходят за продуктами на поиск, да, пользователи пользуются такими рекомендательными историями, да, поведенческими, наверное, факторами. Мы можем влиять на нашу аудиторию, то есть показывать различные интересные предложения, да, то есть чем ярче наш оффер, тем больше аудитории мы сможем привлечь именно на нашу сторону и, как следствие, да, увеличить нашу продажу. Ну, как мы видим, развлечения и хобби по количеству запросов просто в топе находятся, да, и рвут весь рейтинг. И здесь еще раз отмечу, да, смотрите, коллеги, сколько запросов вы можете обработать. Всегда сравнивайте вот это вот количество, да, ту цифру, которую мы сейчас видим, да, больше трех, то есть миллионов. Что можно делать? Сравнить с тем, сколько мы сейчас получаем трафика на наш сайт. Если мы работаем по всем регионам Российской Федерации, то насколько мы обрабатываем весь этот спрос и понять свой потенциал. Ну, конечно же, медицина выросла как категория, да, очень сильно. Это неудивительно, очень выросла онлайн-медицина. Ну, и, соответственно, все коллеги из данного рынка очень сильно подтянулись в рекламу, и сейчас конкуренция в рекламе среди медорганизаций, медцентров, лабораторий достаточно высокая, но при этом мы видим и трафик, да, то есть как сильно вырос трафик и спрос пользователей, и тоже есть возможность обрабатывать весь этот выросший спрос и брать максимум с текущей ситуации сложившейся. Ну, и, конечно же, бытовая техника, электроника, это тоже одна из топ-категорий, которая выросла, и здесь, на самом деле, мне хотелось бы отдельно остановиться чуть позже на этой категории и рассказать вам парочку инсайтов, особенно относящихся к нашему федеральному округу. Ну, и также, если посмотреть на такие категории, которые показали наибольший прирост и запросов за последний год, да, именно в динамике, очень выросло онлайн-образование, и здесь тоже важно понять, да, что эта ниша, которая сейчас формируется, онлайн-образование, хоть и выросло в запросах, но не всегда рынок мог ответить, рынок именно онлайн-образование ответить качественным предложением на сложившийся спрос. Поэтому если вы занимаетесь вообще в целом образованием, даже не онлайн, а текущим офлайн, подумайте о перепаковке ваших курсов, да, потому что эта тенденция тоже не будет снижаться. Сейчас пользователи будут на опыте пандемии оптимизировать свое время, оптимизировать все жизненные процессы, и куда надежнее, спокойнее обучаться онлайн, проходить какие-то курсы, да, возможно, даже в школах обучаться каких-то длительных онлайн. Поэтому если вы еще не задумались о том, чтобы упаковать свое предложение именно в таком формате, для вас этот сигнал должен быть достаточно понятным, потому что 35% роста год к году, кажется, что динамика абсолютно очевидна, и вряд ли она пойдет на спад. Естественно, рост автомобильных спроса на авто тематику тоже мы знаем, ну и знаем, конечно же, те ограничения, которые есть с автошкой, потому что сейчас нет достаточно товаров, чтобы покрыть весь тот спрос на новые автомобили, который сложился в России за последний год. Из инсайтов на самом деле все достаточно просто. Сейчас очень растет рынок вторичных автомобилей, то есть вторичный рынок автомобилей, поэтому если вы близки к этой нише, можете понимать, да, что здесь есть возможность, есть спрос, и можно как раз-таки на рынке бы в автомобиле достаточно неплохо заработать. Ну, про медицину мы уже говорили, да, и здесь она также входит в топ категории, которые переросли за последний год. Удивительно, но выросли ювелирные изделия, да, то есть, скорее всего, пользователи хотели вложить в какой-то больше гарант свои средства, да, для того, чтобы сохранить их. И здесь, конечно же, ювелирка пришла в виде решения. Ну и, конечно же, финансовый. То есть финансовый сектор достаточно сильно вырос, да, в процентном соотношении. Для него это был тоже толчок. И дальше мы, наверное, посмотрим в блоке по ССФО, вообще, насколько финансы в ССФО приросли именно с точки зрения рекламного рынка. Да, то есть, что мы с вами из вот текущих выводов делаем? Понимаем то, что очень сильно растет онлайн-индустрия, да, и если мы еще не адаптировали наши предложения, наши товары, наши услуги, не переупаковали в онлайн-формат, обязательно нужно это сделать, потому что иначе мы можем пустить большую часть аудитории. Также выделили несколько индустрий, сфер, в которых потенциально есть возможность, да, занять некую большую крупную позицию, обработать сложившийся спрос, потому что он сейчас не до конца обрабатывается. Ну и помимо роста запроса, да, вообще, что нужно сказать? Для нас аналитика по росту запросов, да, должна сделать еще дополнительный такой третий вывод инсайд. Несмотря на то, что рынок растет, и количество запросов увеличивается, не всегда увеличивается количество рекламодателей, да, особенно в конкретном регионе, которые готовы обрабатывать этот спрос. Поэтому очень важно смотреть текущие тенденции в вашей категории и понимать, а сколько вы еще можете забрать, обработать, и достаточно ли у вас емкости от сложившейся в регионе спроса. И потихонечку мы с вами переходим к отраслевой аналитике, именно по СЗФО, коллеги. И здесь, конечно, мне бы очень хотелось поделиться с вами, ну, следующим графиком, потому что он, на мой взгляд, очень показательный и совершенно невероятный. Как я и говорила, да, мы обратили внимание на финансы при анализе роста спроса по всей России, и там был показатель 22%. При этом, как у нас с точки зрения рекламы, да, с точки зрения работы с аудиторией, выросли финансы в СЗФО. Это невероятное значение, плюс 47%. Это пример той индустрии, когда рекламодатели, да, сориентировались, да, и, скажем так, лидеры рынка поняли, что нужно сейчас аудитории, да, на что есть спрос, и дали свое предложение. И выросли они не только с точки обработки поисковых запросов, да, того спроса, который был, но как раз-таки здесь мы видим, что трафик вырос не на 22%, как было в предыдущем слайде, а на 47%. То есть здесь рекламодатели, они наладили уникальные цепочки взаимодействия с аудиторией, и помимо обработки просто текущего спроса, они еще и искали новые сценарии привлечения аудитории. Поэтому вышли вообще максимум за этот период из, собственно, спроса, который был. Ну, медицина в целом росла в СЗФО соразмерно всей России, да, то есть на предыдущих слайдах это был показатель в 28%, и примерно в 28% наши представители медтематики также обработали этот спрос, да, обработали его увеличение и привели к себе новую аудиторию. Также, если посмотреть, какие индустрии росли с точки зрения туризма в СЗФО, да, то, что это было. Этот туризм совершенно точно очевидно, что в рамках, опять же, да, закрытых границ был достаточно неплохой приток туристов в основные города, основные локации нашей России, Петербург стал одной из них, но, коллеги, посмотрите, только на 6% трафика туризма рекламный вырос среди наших рекламодателей, и это один из тех же сигналов, что мы не доработали, то есть индустрия туризма могла доработать, обработать больше спроса, потому что явно поток туристов был гораздо больше, чем плюс 6% в год в год. Поэтому, если вы каким-то образом связаны с индустрией туризма и видите сценарий возможного внедрения, да, в различных новых каналов рекламных, да, новых подходов к работе с аудиторией, это прям прямой сигнал, чтобы это сделать в ближайшее время, потому что если рекламодатели не сильно были активны, то конкуренция, да, в СЗФО на рекламном рынке не очень высокая, вы можете по привлекательной цене войти туда и забрать больше аудитории, ну, естественно, увеличить свои продажи. С точки зрения дальнейших индустрий, да, быстрорастущих или не очень быстрорастущих, у нас, например, на одном уровне находится общепит, бытовая техника, подарки, IT, телекоп, да, то есть примерно на одинаковые проценты они выросли с точки зрения обработки спроса. При этом вспомните, коллеги, опять же, на предыдущих слайдах, насколько вообще в России спрос на эти категории вырос, да, то есть кажется, что есть большой потенциал на этом рынке, если туда прийти и обработать весь спрос существующего рекламодателя. Ну и давайте посмотрим чуть более прицельно на топ индустрий по кликам, да, как раз-таки тоже один из поинтов, на которые стоит обратить внимание. Мы с вами обратили, да, внимание на те индустрии, которые выросли, выросли с точки зрения спроса, выросли с точки зрения рекламной активности и рекламодателей, а что мы видим по кликам? По кликам, на самом деле, мы понимаем то, что большую часть все-таки занимает другие индустрии, да, то есть как будто рынок все еще остался в такой немножко архаичном виде и не адаптировался под новый спрос. Развлечения и СМИ, да, то есть это остался, опять же, тот блок, да, который всегда забирал на себя много трафика и продолжал забирать его на себя. Коллеги из B2B, да, на самом деле, достаточно стабильно размещались и большую массу трафика тоже забрали на себя. Образование и работа. Вот здесь, конечно же, тоже показательные графики, да, вот здесь мы видим, что клики по данной категории выросли в Санкт-Петербурге, и это означает, что сейчас, скорее всего, очень много пользователей оказались в той ситуации, когда они ищут, хотят поменять профиль своей работы, найти новую специальность, да, и очень активно интересуются образованием новым и поиском новой работы. И здесь, если вы чувствуете, что на рынке не хватает специалистов, да, или на рынке не хватает людей для работы, кажется, что они есть, и вы можете использовать понимание того, что люди даже по рекламе переходят и кликают, и ищут работу, вы можете использовать рекламные источники для того, чтобы привлечь новых работников к себе в бизнес. Очень заметно вырос общепит с точки зрения кликов, ну, и, конечно же, это объясняется тем, что пользователи ищут, опять же, возможности для развлечений внутри страны, да, они выезжают за границы, и общепит начал после снятия некоторых ограничений возрождаться и порождать себе снова интерес. При этом также ремонтные услуги, остаются верным, скажем так, одним, да, из лидеров в ТОП-5 в ходе до сих пор индустрии по кликам. Это значит то, что тот бум, да, тот бум покупки недвижимости, стройки, который случился в 2020 году, да, то есть в марте, апреле, мае, он до сих пор тянет свой шлейф, да, и до сих пор вся эта ремонтная история очень актуальна для нашей аудитории. А теперь, коллеги, очень хочется поделиться с вами некоторыми значениями по тому, сколько стоит клик, да, в разных категориях на поиски и насколько вообще выгодно заходить в той или иной аудиторию, да, категории бизнеса сейчас на поиск или в сети. Видим то, что сейчас, да, у нас самая высокая цена клика на поиски, да, и, значит, самая высокая конкуренция находится в бытовых услугах и общепите, потому что категория активно растет, да, категория активно восстанавливается, и там сейчас такая самая высокая конкуренция. Финансы, да, которые тоже раскачались, и те рекламодатели, те лидеры рынка, которые не опоздали и начали обрабатывать спрос, они тоже максимально сильно борются за свою аудиторию, да, то есть юридические услуги и ремонтные услуги в целом тоже по понятным причинам находятся в топе. При этом обратите, пожалуйста, внимание, бытовая техника, недвижимость, дом и сад – это те категории, у которых огромный спрос был, да, мы с вами его видели, и такая невысокая цена клика на поиски для такого, ну, достаточно дорогостоящего региона. Что это для нас значит? Это значит то, что спроса в этой категории куда больше, чем предложение сейчас. И те игроки, которые сейчас на рынке обрабатывают этот спрос, да, они не так сильно конфликтуют с собой. Они, конечно же, конкурируют в аукционе, но есть еще потенциал и есть возможность забрать из этого рынка больше. Очень благоприятная индустрия, которая сейчас, которым правильно нужно пойти, разобраться с рекламными инструментами и забрать максимум спроса. Ну и, коллеги, конечно же, хотелось подсветить вам стоимость клика в сетях, да, то, что мы с вами поговорили, то, что сейчас уже 52% аудитории по всей России, да, и 55% из регионов приходят именно из сетей. И при этом посмотрите, какая стоимость клика сейчас на данных площадках. И вот здесь вот для общепита и бытовых услуг, на самом деле, есть тоже классная точка роста, потому что поиск, да, обработка текущего спроса очень перегретый уже, но при этом сети как раз-таки, да, на тот тип площадок, с которых можно привести трафик по невысокой цене, да, и хорошенько поработать с аудиторией. При этом посмотрите, насколько, опять же, большой потенциал для работы здесь у B2B-категории, да, которые тоже постоянно размещались на поиске и практически не выходили оттуда из категории, тоже имеют высокую цену клика на поиски. Да, то есть сети – это такой некий драйвер, возможность, да, проработки аудитории своей для тех типов бизнеса, особенно у которых очень высокий аукцион на поиске, да, и очень высокая конкуренция там. Поэтому обязательно обратите внимание на этот слайд. Вы можете его заскриншотить сейчас, либо получить материалы от организаторов после моего выступления и использовать эти графики для построения своей маркетинговой стратегии. Ну, и отдельно хочется отметить, что есть большой ряд категорий, где цена клика, она не только невысокая, но она еще и снизилась за последний год. Да, это как раз-таки тоже подсвечивает тот момент, что очень сильно вырос спрос, а возможность обработки этот спрос не выросла на рынке. Да, то есть это электроника, это бытовые услуги, и общепит, особенно в сетях, да, мы с вами отметили этот момент. Это FMCG, это история с авто, да, тот пул, скажем так, бизнес, да, который будет заниматься сейчас вторичным авто, просто может очень сильно на этом заработать. Недвижка, да, то есть просто недвижка выросла таким образом, что квартиры разбирают горячие пирожки, ну, и не только квартиры, на самом деле, и дома, да, и одноэтажное строительство у нас сейчас очень сильно выросло. И самое интересное, да, что именно рекламное размещение для недвижимости сейчас стало намного выгоднее, выгоднее, чем когда-либо. Ну, и, конечно же, это и ремонтные услуги, и ПКБ-сегмент. По ремонтным услугам тоже отдельный инсайт, который хочется вам рассказать, которым очень, на мой взгляд, важно поделиться. Сейчас на рынке есть некий дефицит по классным ремонтным бригадам, и мы сталкиваемся при работе с бизнесом часто вот в такую позицию, да, что у нас очень большой запрос на предоставление ремонтных услуг, но у нас просто не хватает емкости этого бизнеса. Поэтому если вы из категории как раз-таки ремонтных услуг, у вас есть возможность быстро адаптироваться, формировать новые ремонтные бригады, да, вести активный найм, то вы можете достаточно хорошо, опять же, усилиться в этой категории и увеличить свои продажи. Ну, и если подвести коротко резюме по индустриям, да, и сделать это в одном сайте, то что мы видим? У нас есть топ быстро растущих индустрий, да, и мы их уже обсудили, финансовый, медицинный, туризм, внутренний, да, особенно хочется отметить бытовые услуги, общепит, да, история, которая возрождается после 20-го закрытого года, бытовая техника, подарки, ну, и, конечно, за IT-телеком, да, все услуги, связанные с предоставлением интернета. При этом топ по количеству кликов мы тоже с вами уже обсудили, есть очень большой, да, большая разница, большая плоскость между вот этим топ быстро растущих индустрий и топ по количеству кликов, и это значит то, что есть целый океан возможного трафика, который сейчас никто не обрабатывает, и обязательно нужно туда идти. Коллеги, прям рекомендую для себя сделать пометки, да, по тому, какие, может быть, бизнес-идеи, новые направления для вашего текущего бизнеса стоит использовать для того, чтобы сейчас быть на волне и максимально взаимодействовать с рынком. Ну, и мы с вами поговорили, да, о том, как пользователи ищут, то есть каких устройств, да, они ищут информацию сейчас вообще о всем, что их интересует. Мы с вами обсудили, с каких площадок пользователи приходят чаще и какие темы них сейчас больше интересуют. А теперь давайте попробуем, постараемся ответить на вопрос, а какие каналы привлечения клиентов в связи с этой информацией используем мы, да, то есть что вообще можно использовать с точки зрения привлечения клиентов, да, то есть интернет-реклама – это понятно, и о ней мы говорим с вами много. Попробуйте вот сейчас провести некое такое ревью. Используете ли вы печатные СМИ, используете ли вы оффлайн-рекламу, ТВ, сарафанное радио. И было бы здорово, если бы вы отписались в комментариях, да, в трансляции, какие каналы вы используете. Это, правда, очень интересно. Ну, и вот когда вы ответили на этот вопрос, какие каналы использую я сейчас с точки зрения продвижения бизнеса, давайте посмотрим на реальную картинку, какие каналы пользуются популярностью, какой канал наиболее эффективен сейчас. Мы видим с вами график, да, по структуре рекламного рынка в России с 2001 года по 2020 год. Мы используем данные о карт, да, и что мы видим? Видим то, что традиционные источники привлечения аудитории, да, именно рекламные источники, они начинают очень сильно терять свои позиции. Первыми попали под удар это наружная реклама и пресса. Мы видим, насколько в прессе, да, и в наружке сократилось долю рекламодателей. Долю рекламодателей сокращается, естественно, потому что, ну, во-первых, спрос на использование этих, каналов с точки зрения аудитории, он падает, да, значительно падает. Ну и, конечно же, любому бизнесу важно видеть результат взаимодействия со своей аудиторией, да, и большинство источников, такие как наружка, пресса, радио или телевидение, да, даже телевидение, которое, ну, казалось бы, мастодонт рекламных активностей, да, оно тоже начинает давать прицательную динамику. Все потому, что через эти источники очень сложно отселить результат работы с вашей аудиторией, да, и понять, что сработало хорошо, что плохо, какую статистику мы имеем, да, то есть бизнесу сейчас очень важно вести обникальную, то есть многоканальную коммуникацию со своей аудиторией. И именно интернет-ресурсы дают классную, да, возможность под эту задачу. И если мы говорим про интернет, да, то сейчас по графику уже видно то, что он занимает до половины рекламного рынка, и эта динамика, она будет двигаться и дальше, в большую сторону, потому что любой бизнес, да, он уже понимает, что ему нужно уметь оценивать взаимодействие с аудиторией, понимать, да, через какие каналы мы с ней взаимодействуем, и понимать, насколько нам это выгодно. Ну, и, конечно же, сейчас я поделюсь с вами той информацией, да, скажем так, теми возможностями, которые предлагает Яндекс с точки зрения уникального взаимодействия с вашей целевой аудиторией. И, конечно же, мы уже все понимаем, что Яндекс – это не только поисковик, да, как мы давно и в 2001 году привыкли, да, его воспринимать. Это уже целая экосистема сервисов для пользователей под самые разные задачи, да, то есть что пользователи делают в наших сервисах. Пользователи приходят для развлечения, например, они смотрят фильмы на кинопоиске, они покупают билеты в Яндекс.Афиши на различные мероприятия. Пользователи там читают дзен для того, чтобы получить какую-то новую информацию, да, либо играют в какие-то игры, приложения. Пользователи используют сервис Яндекс для того, чтобы заказать товары, заказать еду, да, то есть заказать такси в том числе, да, то есть даже решают транспортные вопросы. Пользователи покупают с помощью наших сервисов билеты на поезда, самолеты, покупают путевки, да, в отпуск. То есть пользователи через наши сервисы и учатся, например, наши новые площадки, как «Практикум», «Яндекс.Учебник», «Яшкол», «Яндекс.Рапетитор» – это те сервисы, да, с которыми ежедневно взаимодействует очень большая часть аудитории, причем это разноплановая аудитория разных возрастов, разного уровня дохода, да, ну, и, собственно, по гендеру тоже совершенно разная аудитория. То есть сервисов в «Яндексе», которыми пользуется ваш потенциальный клиент, очень много. И, конечно же, опытный бизнесмен, да, правильный бизнесмен поймет то, что это возможность наладить с такими пользователями точки контакта, да, использовать «Яндекс» именно как инструмент для бизнеса, для взаимодействия с аудиторией. И мы на самом деле в «Яндексе» для бизнеса даем очень много возможностей, да, потому что понимаем, что бизнесу важно находить контакт со своими целевыми пользователями. Итак, что мы предлагаем со своей стороны для вас для решения ваших бизнес-задач? У нас есть возможность, да, погружаться, рассказывать о себе через разные сервисы, например, использовать «Яндекс.Карты», да, для того, чтобы вообще спозиционироваться, объяснить, где мы находимся, рассказать коротко о своих услугах, да. Такой же задачей отвечают «Яндекс.Услуги». У нас есть много классных технологий для внутренних бизнес-процессов. Это «Яндекс.Облако», да, и, возможно, вы с ним еще не сталкивались. Если не сталкивались, то крайне рекомендую это сделать в ближайшее время. Это возможность переезда, да, именно в облачные технологии хранения, обработки там большого объема данных по всем правилам, да, и по всем, соответственно, всем законам Российской Федерации касательно их обработки персональных данных. Это сервисы там для исследования, например, ваша целевая аудитория, для исследований покупательского спроса. Например, через «Яндекс.Карты» вы можете провести новые исследования, которые дадут вам понимание, что хочет аудитория, насколько она знакома с вами, с вашим рекламным сообщением, и вообще, как правильно дальше на основе этих данных постраивать рекламную стратегию. Часто мы сталкивались, да, раньше с тем, что опросы аудитории мы проводили оффлайн, да, выпуская на улицу неких, да, людей, которые мы платили, но данные, которые мы получаем из таких опросов, не всегда правильны, да, не всегда релевантны, и проще самостоятельно запустить опрос на ту целевую аудиторию, которая нам подходит по нашим показателям, да, по полу, возрасту, по интересам. Возможно, мы хотим опросить нашу аудиторию, с которой мы уже работали, и так тоже можно сделать через сервис «Яндекс.Карты» и получить данные очень быстро, да, в режиме реального времени и видеть результаты, ответить на такие запросы. Плюс мы даем возможность бизнесу работать с рекламными сервисами, и если вы уже работаете с «Яндексом», то, конечно же, вы знаете про «Яндекс.Директ», плюс у нас появились очень классно новые рекламные площадки, я об этом, наверное, тоже расскажу. Если вы еще не видели, то у нас сейчас есть возможность использовать целую рекламную подписку в «Яндекс.Бизнесе», да, «Яндекс.Бизнес» — это платформа быстрой коммуникации с вашими клиентами. В чем отличие от «Яндекс.Директа»? Вы приходите в «Яндекс.Бизнес», настраиваете быструю информацию о себе, заполняете карточку организации, в витрину ваших услуг и добавляете несколько изображений. Дальше система все делает за вас. На основе этих изображений она формирует рекламные объявления и показывает на тех площадках, где есть ваша целевая аудитория. Ну и, конечно же, показывает она не просто так, да, показывает она тем пользователям, которые с большей вероятностью совершат конверсионные действия. И такая реклама нацелена именно на привлечение новых конверсий для вашего бизнеса. И чуть позже я с вами обязательно поделюсь реальным кейсом, реального рекламодателя о том, как «Яндекс.Бизнес» работает. Конечно же, у нас есть дополнительные возможности размещаться. Это реклама в геосервисах, да, то есть «Яндекс.Карты», бывший справочник, где вы можете продвигать свои товары и услуги. «Яндекс.Дзен» — суперклассная новая платформа, и если вы еще не зашли туда и не начали работать как раз-таки по новому сценарию с аудиторией, не просто продавая в лоб, да, а рассказывая про преимущества товаров и услуг, продавая через какие-то потребности и задачи, очень рекомендую вам это сделать. Ну и, конечно же, наши видеосервисы, да, то есть там не идеосервисы, например, «Кинопоиск», где пользователи по подпискам смотрят фильмы, сериалы, и не по подпискам, да, и там тоже можно взаимодействовать с вашими потенциальными клиентами. Обязательно сделайте это, если вы еще ни разу не интересовались таким каналом для взаимодействия с аудиторией. Ну и плюс одна из возможностей, да, особенно для таких продуктовых марок, «Гидодел», да, это привлечение новых аудиторий, возможность разместить акцию со своим товаром и таким образом познакомить нового пользователя с вами. Ну и, конечно же, у нас есть не просто технологии для бизнеса, у нас есть некоторые решения, которые помогут наладить ваши бизнес-процессы, да, это уже не совсем про взаимодействие с аудиторией, хотя в том числе и такие сценарии можно использовать, это про то, как вы отладите вашу внутреннюю работу, ваши внутренние системы и сможете использовать наши сервисы там, да, то есть это «Яндекс.Логистика», это где вы можете формировать маршруты для работы ваших курьеров, да, для доставки ваших товаров пользователя. Это «Яндекс.Маркет, да, маркетплейс», на котором вы можете продвигать, продавать, да, ваш магазин, ваши товары и услуги. Это корпоративное такси и сервис «Каршеринга Драйв». Также мы можем работать с корпоративными, да, клиентами с точки зрения здоровья. И у нас есть такое, да, отделение здоровья для именно сотрудников, дополнение к ДНСке и консультации наших врачей. Ну и, конечно же, заправки, да, то есть очень прикольная история про кейс «Эндорадо», и, например, да, мы наш сервис заправки предоставляем для их автопарка. И таких возможностей для бизнеса на самом деле еще больше. Это лишь основные сценарии, про которые мы уже готовы рассказывать, и вы можете их использовать в любое время. Ну, а если говорить про рекламу, то с точки зрения рекламы мы взаимодействуем с аудиторией, вашей аудитории, не только на поиске, да, как многим кажется, когда рекламодатели первый раз приходят в «Яндекс», мы взаимодействуем на разных этапах воронки продаж. То есть помимо поиска, например, мы хотим с вами вырастить знания о бренде, да, то есть провести какую-то медийную активность. Такая возможность у нас тоже есть, и мы работаем с аудиторией, да, через медийную рекламу с широким охватом. И более того, в «Яндексе» мы умеем ее анализировать, оценивать, да, и проводить аналитику. У нас есть специальная метрика для медийной рекламы. Это как раз то ключевое отличие, да, интернет-рекламы от охватной рекламы, например, наружной рекламе, да, либо охватной рекламы по телеку. Тут мы можем померить результат. Заинтересованность, да, то есть мы можем привлечь интересную новую аудиторию для нас не с точки знания среднего бренда, а с точки зрения понимания, что эта аудитория теоретически, да, и практически может стать нашими клиентами. Она нам интересна, но почему-то она еще не заинтересовалась нашим товаром. И тут мы можем работать с такими сегментами, например, сегментами «Луколайк», либо с нашей постоянной аудиторией, которая у нас уже была, да, использовать ее для показа, да, продвижения новых товаров и услуг, например, которые мы запускаем и о которых еще никто не знает. Ну, конечно же, мы подталкиваем пользователя к целевому действию, да, это как раз-таки реклама на поиске по коммерческим запросам, это реклама в сетях по коммерческим запросам, да, мы уже с вами обсудили, что сети выпускать из этого списка нельзя, и они также очень важны для бизнеса в 2021 году, потому что могут до половины пользователей приводить именно оттуда. Ну и, конечно же, работа с лояльностью, да, это возврат пользователей, тех, кто уже у вас покупал, да, с, возможно, какими-то дополнительными акциями, скидками, да, мы можем использовать вашу базу, наверное, клиентов из CRM, и таргетироваться на нее, да, и таким образом поддерживать жизненный цикл клиента у вас. Плюс у нас есть очень классные возможности работы именно с мобильными приложениями, о которых я говорила, да, и настройку ретаргетинга именно через мобилку, таким образом вовлекая клиента именно на конкретную площадку, да, и стимулируя покупки именно там. Ну, а если коротко, да, сформировать представление о том, что такое реклама в Яндексе в 2021 году, это точно классная юзабилития, потому что мы разработали, адаптировали наши интерфейсы как профессиональные старые интерфейсы, которыми вы привыкли уже пользоваться, если вы пользовались системой Яндекс Директ, да, и работали в ней. Также мы подготовили новые интерфейсы для тех, кто еще только заходит в рекламу, только начинает свой путь там, да, это, например, мастер-компании в Яндекс Директе, который буквально за три нажатия кнопки поможет вам создать компанию и запустить ее, и получить первый результат. Либо рекламная подписка в Яндекс Бизнесе, про которую я уже коротко рассказала. Плюс мы разработали аналитику из коробки. Теперь не надо держать штат аналитиков, да, теперь не надо тратить несколько часов программиста, да, своих IT-спецов на то, чтобы настроить аналитику по продажам. Это очень легко сделать. Мы автоматизировали этот процесс с помощью нашего аналитического сервиса Яндекс.Метрика, где можно создавать цели быстро, настраивать их и использовать их на стройке рекламы. Также мы подготовили специальное решение для E-кома. У нас появились очень классные новые продукты на стыке маркета Директ, да, для того, чтобы рекламодателям, которые находятся в этой категории, было удобно и понятно работать со всеми нашими рекламными сервисами. Ну и, конечно же, главный, главный поинт, да, это то, что в 21-м году бизнес умеет и хочет анализировать результаты рекламы, да, не так раньше, что мы просто отдали деньги, значит, где-то что-то должно заработать. Сейчас бизнес, правда, имеет очень большую задачу отслеживать результаты и желательно платить за них. Именно поэтому у нас сейчас есть возможность запуска рекламы с оплатой за целевые действия, с оплатой за конверсии, да, именно для тех бизнесов, которые хотят видеть четкие цифры, да, и четкие гарантии от рекламы. Ну и, как обещала, поделюсь с небольшими кейсами, с простым и быстрым запуском рекламы, ну, то есть если вы еще не размещались в Яндексе, не работали с нашими платформами, то покажу кейс следующих клиентов. Например, есть кейс Амедиа, это семейная клиника, семейная клиника, которая решила стартовать в рекламе с небольшим рекламным бюджетом, да, мы видим, что это всего 27 877 рублей в месяц, это действительно немного для Санкт-Петербурга, да, для такого большого региона с большой конкуренцией. А мы видели с вами, да, какое количество запросов, да, по медицине в СЗФО в 21 году. И что мы видим, да, то есть коллеги заполнили о себе данные в карточке организации, да, как я до этого говорила, настроили витринный услуг, добавили целевую кнопку записаться на прием и запустили рекламу по рекламной подписке. В итоге что они получили? Они получили с такой рекламной кампанией за месяц 169 успешных звонков и 179 построенных маршрутов. И если вы уже успели посчитать, то вы понимаете, да, что и та, и другая конверсия целевые для бизнеса, да, и понятные. И это на самом деле больше там 300 конверсий, да, которые случились за месяц. И в итоге стоимость конверсии для бизнеса получилась менее 100 рублей, что для математики это очень крутой показатель. И также поделюсь с вами вторым кейсом. Это уже кейс стоматологической клиники в Екатеринбурге, да, немножко другой регион, но тем не менее здесь коллеги запускали не Яндекс.Бизнес, не рекламную подписку, но использовали мастер-компании, да, то есть упрощенный интерфейс прямо в Яндекс.Директе и задали стоимость конверсии 3,5 тысяч рублей по цели записаться на прием. Для них это было очень важным целевым действием. В итоге посмотрите, что получили коллеги за полтора месяца работы рекламной кампании. Они получили совершенно небольшой расход, да, это чуть больше 20 тысяч рублей, что тоже для стоматологической клиники с большой конкуренцией очень крутой результат, да, и очень небольшой расход. При этом их стоимость сериальной конверсии по кнопке записаться на прием составила не 3,5 тысячи, как они указывали на настройках кампании, а куда меньше 1275 рублей за конверсию. Таким образом мы понимаем, да, что как раз-таки это автоматика, быстрый запуск кампании и, скажем так, постановка задач алгоритмом, да, вот таким вот быстрым решением на стороне Яндекс.Директа и Яндекс.Бизнеса даст возможность вашему бизнесу не думать о том, как настраивать рекламу, да, не думать о том, как найти там нового спеца для того, чтобы изучить все рекламные системы и самому не надо ни в коем случае изучать большое количество рекламных систем и аналитики. Это можно достаточно быстро настроить, запустить и получить первые результаты. Ну и, как я уже говорила, да, мы стараемся в Яндексе все автоматизировать на данный момент для того, чтобы бизнесу рекламодателям было проще работать с нашими системами и уделять больше времени непосредственно бизнес-задачам, а не настройке рекламы. К сожалению, такие кейсы тоже случаются. Поэтому мы изобрели для вас очень много классных конверсионных стратегий, да, в том числе это оплата за конверсии, про которые мы с вами поговорили. И вот один из кейсов, тоже хочется поделиться, это компания Grace Group, которая занимается привлечением брони, да, в своих отелях. И у данного клиента появилась задача увеличить количество бронирований в низкий СИЗО, достаточно конкурентной категории, при этом не повышать СПЛ, да, своей конверсии. И что они получили? Они перевели одну из рекламных компаний, да, в обычном интерфейсе, это старая рекламная компания, которая раньше велись руками. Они перевели такую рекламную компанию на автостратегию сапаза конверсии, и что получили? То есть они снизили СПЛ, не то, что выдержали СПЛ, они его снизили на 69%, повысили, естественно, свою конверсию, да, на 153% и получили в полтора раза больше заявок. То есть алгоритмы, автоматика играет на пользу бизнеса. И на самом деле это лишь те примеры таких автоматических алгоритмических решений, которые мы в Яндексе предлагаем бизнесу ежедневно. И, коллеги, мы вас призываем, правда, искать вот эти вот возможности, использовать их, автоматизировать эти процессы и уделять больше времени развитию бизнеса, построению новых гипотез, тест новых гипотез и увеличению своих продаж. Коллеги, на этом у меня все. Моя презентация подходит к концу. Буду рада ответить на ваши вопросы, если они есть. Продолжение следует...